Преступная бесовщина власти Преступная бесовщина власти Преступная бесовщина власти В процессе над Якишевым и Антоновым, который происходит в Москве, в военном суде. Но тут подкатила другая информация. Профессор Матвеев Санкт-Петербургский сегодня был допрошен. В течение двух часов происходил допрос. Потом был обыск, более подробная информация, что там вообще можно искать у профессора дома. Какие-то записи, книги, что еще, или склады оружия, взрывчатки, пачки диверсионно-подрывных листовок. Что они там искали? Это явное унижение, явное превышение полномочий со стороны следователя. Фамилию следователя выясним и обязательно объявим. То есть этот преступник должен ответить за те уже преступные действия, которые он совершил, я думаю, еще совершит. И в настоящее время, когда я делаю эту запись, профессора Матвеева повезли на экспертизу, на психиатрическую экспертизу. Что тоже это насильственные действия, и тоже оскорбительные, унизительные. Я думаю, что действия правоохранителей, так называемых правоискривителей в Санкт-Петербурге, мотивированы вовсе не какими-то преступными деяниями профессора Матвеева, который просто прочитал лекцию и ознакомил учителей и других слушателей с фактами. А в том, что есть заказ тех, кому эти факты совершенно неприемлемы, потому что разрушают самую большую ложь, пришедшую к нам с XX века. Ложь о том, что на войне, оказывается, пострадали больше всего евреи. И вот эти 6 миллионов, это такая цифра, не 6 миллионов, 125 тысяч, не 5 миллионов, 815 тысяч, а вот именно ровно 6 миллионов, эта цифра является сакральной, священной, и тот, кто на нее посягает, получает вот эти полицейские преследования. Заказанные, бесспорно, очень узким кругом лиц, я вообще не распространяю на всех евреев этот заказ. То есть есть секта, которой подчиняется господин Колокольцев, министр внутренних дел, господин Бортников, министр или директор ФСБ, правильнее его назвать, и еще целый ряд высших чиновников, они живут с этими людьми в душа в душу, и это известно, что их принимают непосредственно в Кремле, в кремлевских коридорах, позволяют им там проводить свои собственные ритуалы. Это причем не традиционный иудаизм, который также для России совершенно не является традиционным, а именно вот такой сектанский хасиды, это тоталитарная секта, но именно главой этой тоталитарной секты в России принимает лично Путин. И он определяет заказы, он сказал, он сказал, он определил, что лекция профессора – это фашизм. Просто вот сказал и все. Доказательств, конечно, нет, никто не собирается проводить там какую-то экспертизу, тем более, что фактура основательная, она не с потолка взята, и тут никакой эксперт не поможет, он не сможет опровергнуть те факты, которые профессор в своей лекции привел. Поэтому просто безмотивные репрессии, безмотивные репрессии, увольнение, невозможность работать, обыски, экспертизы всякие вот эти, психиатрические и так далее, унижение и уничтожение жизни человека. Вот все, кто причастен к этому деянию, несомненно, являются изменниками и преступниками. Изменниками и преступниками. Все они должны быть вычислены и посажены в тюрьму навсегда. Рано или поздно это произойдет. Те, кто думает, что он ускользнет от ответственности за вот эти хамские совершенно бесстыдные действия, тот сильно ошибется. Я в этом абсолютно убежден. Времени пройдет совсем немного, когда вот этих следователей самих будут сажать. Причем будут сажать, и следствие будет идти лет пять, может десять. То есть никогда этот человек не должен выйти из тюрьмы. Никогда. Потому что такие действия – это действия, направленные против, ну, во-первых, против истины, во-вторых, против коренного народа России, который пытается обороняться от бесстыдных этнокриминальных действий той секты, которая сложилась, вросла уже в администрацию президента, в правительство, в силовые структуры. Академия 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 Редактор субтитров А.Семкин